Марина Гребнева, доктор филологических наук и преподаватель классического вуза. Больше года назад к ней пришел застройщик, который возводит многоэтажку за ее забором и предложил выкупить дом. Марина Павловна отказалась, говорит, сумма не важна, ей дороги дом и память. В ответ застройщик пообещал сделать ее жизнь некомфортной всеми законными способами, а сейчас снес баню и хозпостройку. В ознаменовании годовщины судебных разбирательств, собственно, появляются здесь люди, которые говорят о том, что они будут разбирать. То есть они по факту разобрали забор и дальше, когда я ушла на работу, они снесли баню и все постройки, которые находились. И дальше они сказали, что они будут сносить все, в том числе и дом. Суд не разрешил пересматривать старые правила пользования, на которые согласился Комяков, когда приобретал долю в доме. По словам Марины Гребневой, это значит, что сносить постройки он права не имел. Сам застройщик уверяет в обратном. Снесли постройки мы как раз на той территории, которая, согласно соглашению ее и сестры, продавшей нам долю, находится исключительно в ведении сестры. То, что снесено, снесено по закону. Все, она никакого отношения не имеет ни к бане, ни к сараю. Это как раз решение суда и подтверждает. Марина Гребнева беспокоится, что застройщик, как и обещал, физически отпилит половину дома, которая принадлежит ему. Мы попросили прокомментировать это независимого эксперта. Юрист Юрий Котло объяснил, что снести даже свою половину дома у бизнесмена вряд ли получится. Здесь это едва ли возможно, потому что дом многоквартирный, имеет общую территорию, имеет общий, скорее всего, фундамент. И стена между ними, переграждающая, скорее всего, не является несущей, просто является перегородкой. Это те основания, одни из тех оснований, которые позволяют признать дом многоквартирным. Чтобы как-либо изменять многоквартирный дом, проводить его реконструкцию, капитальный ремонт и так далее, нужно согласие всех собственников. Ведь крыша, коммуникации и фундамент – это общее имущество. Принимать решение об их судьбе самостоятельно один собственник не имеет права. Если половину дома без разрешения Марины Павловны снесут, она сможет подать в суд не просто на возмещение ущерба, но на обязание восстановить первоначальный вид и сразу же пойти в полицию. Андрей Дреер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.